Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Покажу, как блоги снимаются. Всем привет! Меня зовут Лариса Булина, вы находитесь на моем канале и это второй мой личный блог. Первый личный блог зашел очень классно, вам понравился, поэтому я решила снять для вас продолжение. И сегодня в этом выпуске мы поговорим с вами о том, какой же был мой путь блогера. Я вам расскажу, поделюсь опытом, возможно, вам какие-то вещи будут интересны. Потому что время от времени мне задают вопросы. А Лариса, а стоит ли мне бросать работу и стать блогером? А Лариса, а сколько зарабатывают блогеры? И в этом выпуске я отвечу на все ваши вопросы. И сейчас в своем инстаграме я задам вопрос подписчикам, а что бы они хотели узнать о моем блогерстве. Кстати, переходите на мой инстаграм, подписывайтесь, там всегда живой контент, каждый божий день. Итак, поехали. Ребята, всем привет. Сейчас я записываю новый выпуск на YouTube Вот Камера. И в этом выпуске я вам расскажу о своем пути как блогера, с чего я начинала, какие были мои вложения, насколько это тяжело или просто. Потому что очень многие задают, ну не очень многие, некоторые из вас задают вопрос, а вот я хочу стать блогером, что мне для этого надо. Возможно, мой выпуск вас вдохновит, а возможно, вы скажете, о, не, это не для меня. Пишите свои вопросы, и я отвечу их в выпуске на YouTube. Погнали! Ребята, у нас первый день сейчас нашего трекинга. Мы идем до озера Каракамыш. Два километра проехали на Газельке. И сейчас наш гид должен нас догнать. Но мы уже примерно пару часов идем, он пока нас не догнал. Мы выдумываем, а вдруг это такой челлендж. А дойдут ли девчонки самостоятельно круг по Сарачелеку? Итак, мы сейчас идем, первый день. Пройти нам надо порядка 15 километров. Прошли мы, мне кажется, километра 4, я думаю, так. Может, чуть больше, не знаю, у меня глазомер не очень хороший. Но какие шикарные просто виды вокруг, ребят. Я иду и просто обалдеваю. Знаете, почему я люблю такие трекинги? Потому что вокруг народа нет, машин нет, никакой суеты нет. И ты можешь настроиться на вот эту волну с природой, слушать горную речку, смотреть на эти вершины и обалдевать, как красиво. Вот это, кстати, реально отдых для головы. Сейчас, мне кажется, в современном мире самая большая проблема не в том, что тело не отдыхает у человека, а в том, что голова не отдыхает. И для того, чтобы голова отдыхала, надо физически нагружать свой организм. В прошлом выпуске я уже рассказала о том, как я вообще пришла в блогинг. Это произошло случайно. Я не планировала вообще не вести никакие каналы. У меня не было Инстаграма. Я не сидела на Ютубе, я не смотрела никаких блогеров. Я вообще не знала, что человек может вести блог на Ютубе. Я не знала об этом. И после того, как я выложила это первое видео, выложила его на Фейсбук, и люди очень тепло его восприняли. Я подумала, может, мне надо этим заняться? Но опять же скажу, что на тот момент у меня не было вообще ни малейшего представления, как работают эти социальные сети, как там продвигаться, как там развиваться, как надо снимать, какие обложки надо делать. Это вообще я понятия не имела. Я иногда думаю, вообще имею ли я право экспертно рассказывать что-то о блоге, потому что я блогер-самоучка, я не проходила никаких блогерских курсов, я всё набивала на своих шишках, я прошла свой путь. И более того, я могу сказать, что я, наверное, не достигла тех результатов, которые другие блогеры достигают за более короткий срок. То есть у меня сейчас 139 тысяч подписчиков, и эти подписчики, каждого из них я люблю и ценю, но моему каналу уже 5 лет. 5 лет моему каналу. А многие блогеры делают за год, или некоторые даже за более короткий срок, значительно большее количество подписчиков. Но вы знаете, я пришла к тому, и особенно чётко я это поняла последний год, что совершенно не важно, какое количество у тебя подписчиков. Важно, как ты взаимодействуешь с этими подписчиками, какое у них к тебе отношение, насколько они тебе доверяют, насколько и твой контент им интересен, и они готовы возвращаться вновь и вновь на твой контент. Потому что хайповать можно достаточно легко, но сделать канал со своей фишкой без хайпа и собрать аудиторию лояльную, это довольно-таки сложная история, и мне кажется, что у меня это получилось. Так, смотрите, первая ошибка туриста. Какая, Майрёк? Обувь. Самое главное – это обувь. В целом меня всё устраивает, только обувь меня подвела. То, что я купила позавчера новую обувь, потому что... Ну, эта поездка, она получилась у нас спонтанная же. Лариса позвонила и говорит, «Всё, едем, едешь?» Я такая, «Хорошо». Всё, я поехала, быстренько приобрела обувь, и даже у меня не было времени, да, её разносить пару дней. Я купила, и сразу же на следующее утро я их одела, в них приехала. И вот у меня обувь нереально натирает, я хромая. Я не знаю, как мы ещё приедем, но... Нормально, на позитиве, ты знаешь. Вообще на позитиве много можно выдержать. Первая ошибка, да, нельзя новую трекинговую обувь одевать сразу в длинный трекинг. Если вы, например, собираетесь в какой-то поход, несколько дневный, да любой на самом деле поход, вы покупаете новую обувь трекинговую, и вам нужно её сначала несколько дней разносить. Там, в магазин сходить, там, по двору погулять, по какие-то, по дому даже, да, можно походить по... То есть её надо подразносить, чтобы она мягче стала. Иначе трекинговая обувь часто очень... Если первый раз её одевать сразу в длинные походы, она может натереть. Ребят, я не знаю, передаёт ли камера ту красоту, которую мы видим, но я реально кайфую. Я, честно говоря, даже не ожидала, что здесь так красиво. Это мы два часа от трёх дней прошли только. Мне, знаете, страшно представить, что нас там ждёт. Хватит ли у меня заряда батарей для того, чтобы всё это вам поснимать, показать. Ну, это просто кайф. Чистый кайф. Идём всё время вдоль горной реки. Людей практически нет, только иногда чабаны встречаются. Нас наш Аделет так и не догнал пока ещё. Но мы не переживаем. Тут маршрут один. Теряться особо негде. Итак, ребята, попадали ваши вопросы ко мне в Инстаграм. Сейчас я постараюсь очень коротко ответить на самые интересные из них или самые часто задаваемые или самые, может быть, даже где-то глупые из них. Итак, погнали. Можно ли без работы просто стать блогером? Друзья, конечно, можно. Вы же видите десятки, сотни блогеров, молодых тиктокеров, которые не имеют ни образования, никакой работы, и они стали блогерами. Другой вопрос, каким вы блогером хотите быть? Если вы хотите быть блогером интересным, ну, довольно взрослой аудитории, то, конечно, вам нужно не то, чтобы работу иметь, а вам нужно иметь, ну, какой-то жизненный опыт. Это первое. А второе, блогерство – это всегда на первом этапе довольно большие затраты. И если у вас нет работы, ну, как вы будете эти затраты нести? Это большой вопрос. То есть в блог, прежде чем ожидать, что он начнет что-то приносить, нужно довольно много вложить сил, времени, энергии, денег, поэтому быть надо к этому готовым. Просто так ничего не получается. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Как вы думаете, все получилось, как планировали, туры, блоги, быт, работа или жизнь? Вы знаете, есть такое выражение, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я, конечно, ставлю себе цели, естественно, я что-то планирую, однако же, если вдруг что-то идет не так, а последнее время жизнь нам показывает, что вы, конечно, планируете, но есть такие события, которые от вас не зависят, к сожалению, и которые могут все ваши планы порушить, изменить, отменить. Поэтому мне нравится то, как сейчас развивается мой блог, мне нравится то, как сейчас развивается мой туристический бизнес, и сказать, что я так и планировала, но мне кажется, если честно, когда я начинала свой блог, я даже не думала, что к этому все приведет, поэтому, наверное, все лучше, чем я планировала. Сейчас поднимаемся, ребята едут на бусике таком небольшом, и третий раз уже застревают, и третий раз мы их догоняем. Только мы кайфуем себе в удовольствие, идем не спеша, а они застрянут, толкают. Ну, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Можно ли помоги мне? Помочь вам? Да. Когда в следующий раз застрянете, мы вам обязательно поможем. Мы из Бишкека. Девочки, поделите этого, что у меня с вами? Какого? Какого из них? Какого, из Бишкека. Что-то вы часто застреваете. Я думаю, может, вам помощь наша нужна. Спасибо. Ребята сказали, помощь наша им не нужна, но мы можем им добрым словом помочь. Можем им помочь и по желаниям, чтобы больше они не застревали. Да, Мурок? Обалдеть, какая красивая дорога у нас. Впереди, смотрите. Сейчас я к нашему видео подключу мою маму. Она расскажет, как она относилась к моему блогерскому делу. Потому что, как я говорила в прошлом видео, я юрист с 10-летним стажем. 10 лет я работала в юриспруденции. Моя мама всю жизнь работала в юриспруденции. И она, как человек, который в советское время был, вырос, воспитан, как многие наши мамы, она, наверное, должна была бы говорить, доченька, тебе надо найти нормальную работу. Хватит уже скитаться по городам и весям. Тебе надо вот это вот все бросить. И уже нормальную работу найти замуж, выйти детей на рожать. Но моя мама так никогда мне не говорила. Сейчас я ее покажу. Мама, привет. Привет. И вот моя мама, которая живет в поселке Шушенское Красноярского края. Мама, ты очень красивая сегодня. Спасибо. Мам, слушай, ну расскажи, пожалуйста, моим подписчикам. Вот я стала блогером после того, как 10 лет я работала в юриспруденции. И потом я все это бросила. Потом я работала в телемагазине. Ты помнишь, что я эту работу не любила. И потом я стала блогером. Вот как ты к этому отнеслась? Ну, я, наверное, вначале хочу поприветствовать всех подписчиков твоего канала. Пожелать им доброго дня. Пожелать доброго здоровья им, всем близким, побольше положительных эмоций и доброго отношения и к окружающим людям, и к природе. И, в общем, вот этим каждодневным маленьким радостям, с которым вообще складывается наша жизнь. Ну, а теперь, Лол, вот на твой вопрос, как я к этому отнеслась? Ну, вначале, конечно, мне кажется, я отнеслась с каким-то, наверное, беспокойством или, может, даже с тревогой. И вот почему? Потому что, ну, правильно ты говоришь, как у человека из советских времён, вот мы как бы за стабильность. Всё должно быть, вот работа должна быть стабильной, всё в жизни должно быть, ну, в всяком случае, это не то, что предопределено, но прогнозируемо, скажем так. И тем более, что, вот, Лора, ну, как ты вот работала? Я же читала твои документы, я всегда так восхищалась, думаю, какая же ты умничка, как у тебя всё хорошо получается. Ну, и, конечно, годность, вот, безусловно, потому что, ну, я же понимаю, чем ты занимаешься, то есть мне это вот профессионально очень близко. Это мама сейчас говорит про юриспруденцию. И когда ты понимаешь, что твой ребёнок такой молодец и всё у него хорошо, конечно, радости просто нет предела. Но, с другой стороны, вот, когда ты сказала, что всё, я этим не хочу заниматься, надо что-то другое, вот, я понимаю, что, наверное, вот, чтобы чего-то в этой жизни достичь, и чтобы это было, наверное, и кому-то нужно, ну, не в первую очередь, а вообще-то, чтобы было кому-то это нужно и полезно, и приятно, ну, надо, в общем, любить то, чем ты занимаешься. И когда я поняла вот твои первые ролики, вот они, казалось бы, если это такие, ещё непрофессиональные, такие, ну, какие-то, может, где-то наивные, какие-то, может быть, детские или неумилые, но они такие добрые, такие открытые, вот, как ты сама. Это просто, я думаю, господи, ну, это же действительно, это твоё. Вот, и когда, вот, твои друзья-товарищи, все же говорили, Лора, но сначала все говорили, ты молодец-молодец, а потом, ой, ну, чем ты занимаешься, или вообще как-то никак. Мне кажется, люди как-то скептически, да, вот, ну, как сказать, на всех блогеров, мне кажется, на всех блогеров, начинающих, их друзья смотрят и думают, ну, дурак дураком, мне, чтобы нормальной работой заниматься, ходит, бегает с камерой, что-то там, да? Да, 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 в общем, где-то скептически, а где-то даже, показалось даже как-то равнодушно. Равнодушно, да, да, занимаешься и занимаешься, ну, посмотрим, что из этого получится, Итак, ребят, мы дошли до озера Каракамыш, гремит гром, чуть-чуть накрапывает дождик, нам надо сейчас быстренько поставить свой лагерь, мы ночуем в палатках, у нас с собой вся еда, газ, спальные мешки, все у нас готово, сейчас ставим палатки, ночуем, а завтра, я очень надеюсь, что будет солнышко, и мы сможем очень красиво здесь поснимать, вам показать, самое главное, мы проснемся здесь. Блин, я сегодня насладилась этим трекингом, он легкий, на самом деле, мы прошли, вроде говорят, 15 километров, но я совершенно не устала, если удобная обувь, очень кайф. Так, как не бояться путешествовать одной девушке? Очень сложно сказать, как не бояться, просто не бояться. Вы знаете, я верю в то, что добрых людей больше, я сама довольно позитивный, открытый человек, мне чаще всего попадаются такие на пути. Какие-то нехорошие люди попадались крайне редко, очень редко, и в целом они, мне никогда не было того, что впечатление о стране было испорчено каким-то одним человеком. Нет, то есть, ну, я верю, что добрых, хороших людей больше, и если так мысли, то они тебе будут попадаться, поэтому не надо бояться путешествовать. Можно так встать утром и сказать себе, я хочу стать блогером, и на следующий день быть блогером. В принципе, я могу встать и сказать, я хочу быть космонавтом, но я, конечно, космонавтом не стану, или я хочу быть, я не знаю, балериной, и, ну, танцевать так, как я танцую, я балерина, я так вижу, вот это вот, мой балет, да, то есть, в принципе, ну, конечно, можно, но кто вам мешает? Другой момент, признают ли аудитория, будет ли у вас аудитория, которая скажет вам, что вы блогер, что вы интересный блогер, это другой момент, это, кстати, очень сложная задача, и у каждого блогера первая задача, это найти свою аудиторию, это попасть в свою аудиторию, чтобы людям отзывалось, то, что вы делаете, вот это сложно, вот это вот сложно. Удачи вам, спасибо большое. Мы вас любим, можете снять ролик про ваш родной город и родителей ваших? Да, кстати, у меня уже давно есть такая идея, и в этом году я все-таки хочу снять ролик про своих родителей, я вот в этом ролике уже вам показала свою маму, когда я туда езжу к родителям домой, я всегда маму показываю в своих сториз, потому что она очень классная, и все подписчики ее всегда очень тепло воспринимают, поэтому, да, я хочу в следующий раз поехать и снять выпуск на Ютуб. Ну, наверное, вот как маме, или не знаю, как человек, наверное, почувствовал, что вот у тебя это получится. И даже когда были ролики там с маленьким количеством просмотров, и ты огорчалась, я всегда говорила, Лорочка, снимай, независимо от того, сколько тебе человек посмотрели. И вот сейчас я, конечно, вот читаю практически все комментарии, ну, или, может быть, абсолютное большинство, и я хочу поблагодарить своих подписчиков за их добрые слова, за их добрые пожелания, за их такое теплое отношение. И вот одна подписчица, она меня, конечно, вот до глубины души просто поразила, когда вот женщина пишет, что она была такая активная, занималась благотворительностью, а сейчас у нее проблемы со здоровьем, и она смотрит твои ролики, и это ей вселяет какую-то надежду. Ну, я буквально едва слезы держала, думаю, господи, вот это же какое счастье, когда хотя бы одному человеку… Да. Если хотя бы одному человеку это как-то помогает, это уже стоит работать. Хотя бы одному человеку как-то стало легче, и это уже стоит, даже только ради этого снимать эти ролики. Но когда это не один человек, а сотни человек пишут, вот люди, которые живут в Неке, Кыргызстан, вот они говорят, я как будто бы побывала на родине, или я смотрю, и слезы подступают. Ну, мне кажется, это такой стимул, и такая мотивация вот тебе снимать и другие ролики, и вот просто освещать жизнь этой страны. Ну, тем более, что вот направленность твоя какая, действительно, традиции, культура, и то, что есть красивое и хорошее. Мамочка, слушай, ну ты мне скажи, вот интересно, вот как ты, почему ты меня так поддерживала, да, то есть, вот почему у тебя не возникало мысли сказать, Лора, хватит, это не приносит тебе дохода, ты тратишь очень много денег, ты берешь у нас деньги. Родители? Кстати говоря, родители очень большой финансовый вклад внесли в то, что сейчас из меня получилось. Вот уже на, как сказать, на стадии блогерства. То есть, когда мне было 35 лет, и я приезжала в Кыргызстан, очень часто родители мне давали деньги для того, чтобы я ехала и снимала на поездки и на монтаж. Это, кстати, довольно-таки большие деньги. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Мам, вот расскажи, пожалуйста, почему ты так делала? Почему, допустим, мы не отговаривали, а всегда поддерживали? Ну, Лора, ты, наверное, знаешь, как в нашей семье. Ну, деньги никогда не ставили в угла, что вот они должны быть, и вот ради них в этой жизни все должно быть. Нет. То есть, вот когда дети были маленькие, ну, какие маленькие, там, 10-12 лет, мы уже каждый год путешествовали и ездили, и на Кубань, где жили мои родственники, и сейчас живут, а там жили родители. То есть, мы все деньги, которые, значит, у нас свободные были, мы их тратили на поездки, они, ну, не на материальные, что называется. Ну, да, 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 не на, понятно, не на шубы, не на сапоги, да? Да, да, не на шубы, не на шкафы, да, а чтобы, действительно, что-то увидеть, посмотреть мир вокруг. И поэтому, и сейчас вот, конечно, если есть необходимость, мы сейчас готовы поддержать и помочь. Ну, главное, чтобы заниматься делом, которое приносит моральное удовлетворение, это, наверное, это основное. Да, да, да. Чтобы, да. Потому что я все время думаю, вот мы когда состаримся все, да, мы когда состаримся, вот предположим, я состарюсь богатым человеком, но мне удовольствие будет приносить не эти деньги, а то, как я эту жизнь прожила, да? То есть, сколько я видела, скольким людям я добро сделала, сколько хорошего я в ответ получила, может, какие-то я проекты реализовала. То есть, вот это будет, я думаю, в старости приносить радость и какое-то удовлетворение, да? А не то, что вот сейчас у меня есть там платье Диор, сумка там какая-нибудь, Луи Виттон, или еще что-то. Скажи же, скажи же. Абсолютно. Нет, я вообще убеждена очень глубоко, что человек все-таки, он живет воспоминаниями и впечатлениями. То есть, чем больше впечатлений ты от жизни получаешь, тем не есть, что вспомнить. И вот, как я, допустим, когда ходила на работу, я всегда вечером, так, значит, уже перед сном, ну, так, разбор полетов, так, что в этой дне сделано правильно, что, может быть, я не успела сделать, значит, разбор полеты все, вот, и переходим к следующему дню. И никогда не стоит задача, то есть, вот, разбор полета для чего? Чтобы не повторить ошибки предыдущего дня, чтобы сделать следующий день более полезным. Ну, то есть, для меня, и, наверное, поэтому и ты такая, значит, очень важно, эмоциональная составляющая и меддушевная составляющая. Ну, понятно, без денег еще никто не научился заниматься. Не научился жить, конечно. Деньги – это очень хорошая мотивация, да. Но, с другой стороны, вот, если есть идея, ради которой человек живет, развивается, улучшает, значит, пополняет для них свой багаж знаний, развивает себя, вот, и это приводит и к другому результату, и к материальному результату. Вот этот материальный результат не должен быть основой. Не должен быть, не он не должен стоять во главе угла. Конечно. Он, естественно, что человеком движет идея, значит, и ее реализация. И это, рано или поздно, это приносит, наверное, и материальное. 100%, 100%. Доброе утро, друзья, мы просыпаемся, сегодня у нас второй день трекинга. Ночь была, я не могу сказать, что комфортная, потому что индусы, которых вчера мы приютили у костра, всю ночь орали здесь, рядом с нашими палатками, хотя их лагерь далеко, они приходили на берег, потом ослы, которые бегают друг за другом и орут, и это я первый раз такое вижу, и кажется, что они раздавят сейчас твою палатку, это то еще удовольствие. Короче, мы сейчас собираем палатки, мы уже позавтракали и выходим на второй день трекинга. Мы сейчас выходим на трекинг на второй день. Ребята из Индии, которые мешали нам всю ночь спать, вдруг решили с нами сфотографироваться. Я не знаю, зачем им фото с нами. Наверное, мы выглядим необычно, хотя они для нас выглядят очень необычно. А вот здесь Аделет сейчас снаряжает нашу безымянную лошадку, которая тащит наши... Кофе со сливками, да? Ой, точнее, кофе. Ну, кофе со сливками это очень длинное название, хотя оно очень похоже на кофе. Ты хорошая такая. Найдем им. Короткое имя. И мы выходим на второй день. Мурок, ну что, расскажи, как ты спала сегодня? Ой, это долгая история, но могу сказать одно, что у меня спина ужасно болит. Я за ночь просыпалась пять раз. Я тоже. Мне кажется, я даже и не засыпала, я бы сказала так. В общем, спальня мы тяжеловато по некоторым причинам, независимым от этого места, потому что место само по себе прекрасное, озеро невероятно красивое, озеро Каракамыш. Небольшое, но очень живописное и очень уютное. Ну, куда ты? Точка, я подняла. Блин, Ларис, что, может быть, это лайфхак, который спасет много ног на этом треке, да? Кто будет смотреть, скажет, ничего себе. Второй день мы идем уже по довольно узкой тропе, вот по такой. То есть, здесь уже, как вчера, транспорт никакой, естественно, не проедет. И довольно крутой набор высоты сразу идет от озера Каракамыш. Сейчас посмотрим, как будет дальше. Сегодня нас ждет очень красивая смотровая площадка на всю долину с озерами. И, конечно, сегодня прям чувствуется, как на высоте жгет солнце. Поэтому обязательно не забывайте мазать лицо солнцезащитными кремами СПФ 50 минимум. Потому что сгорать в походах это очень неприятно. Вопрос очень животрепещущий. Сколько же зарабатывают блогеры? Многие считают, что блогеры это, конечно, все миллионеры только потому, что он блогер. Но это не так. Для того, чтобы блогер начал зарабатывать, у него должны быть постоянные хорошие просмотры, у него должна быть целевая аудитория, которая интересна рекламодателям, и контент, в который можно вписать рекламу. Как вы знаете, у меня очень мало рекламы, и только в последних роликах стало появляться довольно регулярно какие-то интеграции. То есть, это могут быть прероллы от рекламодателей, когда тебе уже отправляют какой-то готовый ролик, либо ты, когда сам в кадре что-то рекомендуешь. И у меня это далеко не в каждом ролике, и реклама начала приходить только буквально в этом году. То есть, спустя два года, как мой блог начал довольно хорошо развиваться. Напомню, что у меня сейчас 139 тысяч подписчиков, и 139 тысяч подписчиков не дает вам гарантии постоянных рекламодателей. Но есть еще такой путь, который называется монетизация на ютубе. И многие мне говорят, вот вы бедные блогеры, сейчас потеряли же столько денег на монетизации на ютубе. Я говорю, дорогие мои, я никогда с ютуба с монетизацией не зарабатывала. То есть, конечно, деньги там капали, но в самое лучшее время, в самое лучшее время, когда у меня было, я получила 500 долларов в месяц. Это был февраль полтора года назад, то есть, не прошлый февраль, а вот позапрошлый. И в этот месяц у меня был миллион просмотров. Миллион просмотров. Как вы помните, в конце февраля случилось трагическое событие, которое до сих пор длится, и монетизацию у всех российских... Нет, отключили монетизацию с просмотров с российских аккаунтов. То есть, если меня смотрят с России, то там нет рекламы никакой и не монетизируется ничего. Если меня смотрят из других стран, то там по-прежнему монетизируется. И вот, если мы сейчас откроем аналитику, я вам сейчас покажу. Тут мне на самом деле нечего скрывать, потому что такие крохи. Смотрите, за последние 28 дней 28 дней у меня просмотров было 366 тысяч. За последние ... где, где... 366 тысяч я заработала 58 долларов. 58 долларов я заработала за 366 тысяч просмотров. Если бы сейчас не было бы санкций, вот предположим, не было бы санкций, то в лучшее время я бы заработала где-то 200 долларов. То есть в месяц я бы... YouTube мне бы принес 200 долларов. Как вы думаете, сколько стоит, например, съемки одного видео или монтаж одного видео? Или сколько, например, стоит камера? Или сколько стоит компьютер, на котором это монтируется? Или если, например, у меня есть оператор, сколько я ему плачу? Все эти расходы значительно кратно больше, чем 200 долларов за один ролик. То есть расходы всегда, всегда были выше, чем монетизация от YouTube, даже если, предположим, не было бы сейчас санкций, мы бы получали как полтора года назад. Поэтому, когда говорят, вот жалко вас, блогеров, что монетизация включилась, мне себя не жалко, потому что монетизация от YouTube никогда не влияла на вообще, на мою какую-то финансовую составляющую. Однако же, вот рекламной интеграции, которая приходит, вот это другая история, и тут я немножко попала, ну не то чтобы такую ловушку, но я скажу так, я блогер, который известен в Кыргызстане, но я сама русская, и я должна делать рекламу на Кыргызстан по логике, потому что меня смотрят в Кыргызстане, и я должна рекламировать какую-то товару или услугу, которая интересна людям в Кыргызстане. однако, Кыргызские рекламодатели, мало того, что Кыргызские рекламодатели пока что не особо готовы платить, очень часто предлагают бартер, там, давайте мы вам привезем еды, вы нас прорекламируете, или приедете в наш центр отдыха, и вы прорекламируете нас, да, и людям кажется, что в 21 веке кто-то должен за еду или за проживание рекламировать коммерческие организации, которые хотят зарабатывать деньги. Естественно, я на такие предложения чаще всего отказываюсь, вот, и, а другая история, что крупные кыргызские рекламодатели, такие как банки, там, или какие-то крупные торговые сети, или бренды, они во мне не видят кыргызского блогера, да, то есть, они понимают, что я могу в любой момент уехать, приехать, то есть, у меня нету как бы стабильного, ну, то есть, я не гражданка Кыргызстана, и заключать со мной какие-то длительные договоры, наверное, им это не особо интересно, я так это предполагаю, поэтому, сейчас только рекламодатели стали обращать на меня внимание, сейчас только у меня появляются первые интеграции, чему я очень рада, что блог начал наконец-то зарабатывать, но прошло, ребят, два с лишним года после того, как я, блог вырос, и он только тогда начал приносить доход, сейчас эта ситуация немножко исправляется, и блог уже стал приносить деньги, это так и должно быть, это так и должно быть, я не понимаю тех подписчиков, которые раздражаются на рекламу, ребят, ну я же вам не продаю курсы, я же с вас не собираю донаты, я же не, как не монетизируюсь именно на подписчиках, я беру деньги от рекламодателя, ну, если вам не нравится реклама, ну, прокрутите ее, если вы поддерживаете этого блогера, если вы хотите, чтобы он развивался, то у него обязательно должна быть реклама, потому что вот эти финансовые подпитки, без них человек не может работать, творить, жить, путешествовать, снимать контент, это просто невозможно, поэтому я вас прошу с пониманием относиться ко всем интеграциям, которые, которые размещаются у ваших любимых блогеров. здравствуйте, я хочу стать блогером, у меня есть YouTube-канал, я желаю вам удачи. Откуда берете идеи для сторисов? Смотрите, тут идеи, вообще, как рождаются идеи, это такая интересная штука, когда вы начинаете что-то снимать, когда вы начинаете, в любой вообще сфере, не обязательно даже в блогерстве, но я не знаю, вы, например, там, я не могу, сложно привести пример, но мне кажется, это везде так работает, когда вы начинаете придумывать, когда вы начинаете что-то делать, идеи приходят сами с собой, то есть иногда у меня бывает такое, что у меня уже на будущее раз-раз-раз-раз-раз, я придумала там 15 идей у меня есть на рилсе, на сторисе, иногда бывает их нету, но вообще, когда вы эту энергию запускаете из постоянных съемок, постоянного движения или в том же бизнесе, когда вы постоянно какие-то идеи генерируете, они еще больше-больше приходят. Мне кажется, что все люди, которые в творчестве или в бизнесе, они меня понимают, о чем я говорю, потому что если вы настраиваете мозг на креативное мышление, то идеи приходят сами с собой. Как научиться говорить на камеру хорошо и без пауз? Практика, практика, постоянно нужно говорить на камеру, это сложно, это навык, с этим не рождаются, нет ни одного человека, который родился и сразу стал говорить на камеру. Естественно, у каждого есть свой уровень раскрепощенности, кто-то говорит, кому-то это дается проще, легче, кто-то интроверт и ему дается это сложнее. Ну, просто надо сесть, начать говорить, камеры же в телефоне у всех есть, начинайте снимать, обязательно надо работать, если вы хотите стать блогером, обязательно надо работать на технике речи. То есть, вот у меня речь довольно хорошо поставлена. Мне кажется, не идеально, конечно, наверное, люди, которые занимаются профессиональной речью, они бы сказали, ой, да ты вообще дилетант. Но вместе с тем, я неплохо говорю, меня не раздражает мой голос, и тот голос, который я сейчас имею, это, конечно, мои данные природные, у меня довольно низкий голос, и плюс занятие техника речи. Променяла поросковья, карася, на три пары полосатых поросят. Побежали поросята, поросе, простудились поросята, да не все. Выросли белорылы, свиньи белорылы, тупорылы, все дворы перерыли, вырыли, подрыли. На то хавроне мы дано рыло, чтобы оно рыло. Вот бежит барабок, белорыл, белонок перерыл весь дворок, грядочку с картошечкой, изрыл, вырыл, подрыл, а на соседней улице хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Ха-ха-ха-ха. И вдруг на дворе-подворье погода размокропогодилась. О, гроза-грозна, грозна-гроза. А в грозу в лесу дровоколорубы рубили дубы. Да-да-да. Ну, в общем, и так продолжать можно очень долго. Это надо уметь, это надо практиковать постоянно. Как преодолеть неуверенность себе перед камерой? Ну, практиковать постоянно, постоянно что-то снимать. И, знаете, ко мне тут подходит подписчица, на Иссыкуле я была, она подходит и говорит, ой, Лариса, мы вас смотрим, и я тоже хочу быть блогером. И, ну, я все время думаю, вот как сейчас, вот у меня дома не убрано, там что-то, я так не нравится, мне как я выгляжу, еще что-то. Я говорю, понимаете, если вы будете... Это, кстати, все говорят, кто занимается обучением блогерству, если вы будете искать идеальный момент, вы его никогда не найдете, нет такого идеального момента. Нужно просто взять и снимать. И не нужно ждать, что этот ролик будет идеальный. Я честно скажу, чаще всего ролики, которые мне кажутся не лучшие из моих, да, они залетают на 200, 300, 400, 500 тысяч просмотров. Те, которые я очень сильно стараюсь, они залетают 15, 30, 40, 50, тысяч просмотров. То есть, я не знаю, как у других блогеров, но то видение, которое у вас есть на ваш продукт и то, как это воспринимают ваши зрители, это совершенно разные вещи. И зрители меньше всего оценивают, как вы выглядите. Ну, чаще всего они это не оценивают. Но если они это оценивают, то значит, у вас плохие зрители, плохая аудитория. Мои ролики, у меня есть ролик в доме простого чабана называется, у него, по-моему, около 500 тысяч просмотров. Я там опухшая, отекшая, в халате. Ну, то есть, так, как бы, наверное, какая-нибудь модная девочка сказала, ой, я из дома так, не то, чтобы во двор не выйду, я так, по дому ходить не буду. А я так сняла выпуск, и он набрал около 500 тысяч просмотров, и не было ни одного совершенно комментария, что что-то там опухшее вылезло в кадр. Ни одного. Я вот зуб даю, ничего такого не было. Аделет Байке меня угостил. Кислица, да, у вас это называется? Кисличка. Не, у нас чокурю. Чокурю. У нас это называлось... Левень-корень, по-моему. Кислинкая такая. Так, ребят, сейчас мы поднялись на перевал. А какая здесь? Две двести. А, две тысячи двести. Он, в принципе, не такой высокий, но он очень красивый. С одной стороны, у нас осталось ущелье, где озеро Каракамыш. Ущелье тоже каназово. И кушай тоже здесь. Чокурюк. Вкусно? Да. Мне кажется, он еще жажду, да, утоляет? Шапка. И... Как сказали это? Панама. Нет, нет. Как есть дождь. Зонтик. Поджопник тоже. Ну, и кушай тоже. Молодец. Там у нас осталось ущелье Каракамыш и озеро Каракамыш, где мы ночевали. А вот здесь другое ущелье, которое называется... Заповедник Сарчелек. А, это здесь уже начинается заповедник Сарчелек. А озеро называется... Ириколь. Ну, конечно, это... Я говорю, у нас ленивый трекинг, потому что нормальные трекеры ходят со своими палатками и сядут за плечами. А мы идем, у нас лошадь сегодня несет. Мы, конечно, поэтому очень легко идем. Мам, ну, давай сейчас уже наш блог тогда подытожим. Спасибо тебе большое, что ты приняла участие в нашем выпуске. Мои теперь подписчики тебя знают. Ну, кто-то знал, кто-то в Инстаграме видел тебя уже. Давай скажем. Ну, два слова. Вот, хороших два слова. Да. Вот я хочу подписчикам пожелать... Единственное, на чего... Это всегда ставить перед собой цель. Она... Цель должна быть промотивирована. Естественно, не с целью, не с целью. А зачем мне это надо? К чему я стремлюсь? К чему я стремлюсь? Да, да, да. Зачем мне это надо? К чему я стремлюсь? Что я хочу доказать себе, окружающему миру? Ну, может быть, не доказать, а просто что-то изменить в своей жизни, да. Но для этого всегда должна быть мотивация. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы все были целеустремленными, мотивированными, естественно, на хорошие только дела. Вот. Чтобы вы были мотивированы на успех, на добрые отношения. Вот понимаете, надо по-другому относиться к людям. Вот говорят, люди какие-то злые, люди какие-то не такие. Надо с себя начинать. Надо людей смотреть по-доброму, и они на вас также посмотрят по-доброму. Вот я иду по улице, и смотрю, думаю, а вот сколько добрых людей я встретила? Их очень мало. Очень мало. Будут буровки домиком все в своих мыслях. Ну, наверное, конечно, основания к этому есть. И хмуриться, и быть недовольным. Но жизнь-то от этого на завтра не станет другой. То есть мы её проживаем вот так, как проживаем. Если мы всегда озабочены, если мы всегда недовольны всем, ну, жизнь, она и так сложная, она ещё сложнее становится. Поэтому надо по-доброму смотреть. И на близких людей, и на жизнь, и на природу, и на птичек, и на цветочки, и на всё на свете. И всё будет хорошо. Поэтому я всем желаю добра, счастья, позитива и всего-всего хорошего. Я всех обнимаю. Мамочка, спасибо тебе большое. Спасибо. В общем, я что хочу сказать, что, наверное, сейчас вы напишите три миллиона комментариев, как у меня классная мама. Пожалуйста, напишите. Она читает все комментарии. Кстати, сейчас папа мне написал, Лорочка, там написали плохой комментарий, удали. Вот родители все читают, если пошлые, вульгарные комментарии, я их удаляю, потому что я даже не хочу, чтобы родители расстраивались, что они всё читают. Да, мама? Да, да, да. В общем, короче говоря, напишите, какая у меня мама классная. Кстати, мой успех, как блогера, если можно говорить про успех, это на 90, ну ладно, не на 90, да, ну на 50 процентов, это мама моя мне помогла. Во-первых, она меня родила на эту землю, тогда на 90 процентов. Ну всё, пока-пока, а мы ещё продолжаем болтовать. Всем хорошего дня и удачи. Пока. Это моя мама чудесная. Как вы находите время для съёмок? Ребят, очень простая история. В какой-то момент блог начинает быть работой. Более того, он начинает быть работой до того момента, как он начинает приносить деньги. То есть, если вы хотите развивать блог как блогер, вам нужно понимать, что вы должны серьёзно к этому процессу относиться и начать на него работать. Например, вот вы сейчас где-то в какой-то компании работаете. Вот у вас есть такая тема, ой, как бы начать, как бы найти силы, чтобы пойти на работу. У вас такой темы нет, потому что вы знаете, что у вас есть начальство, у вас есть заработная плата, у вас есть время, когда вы должны прийти на работу, когда вы уходите с работы. Вы это выполняете, потому что у вас есть работа. Вот точно так же, когда вы к блогу относитесь как к работе, но только у вас нет там начальства, вы сами себе начальник. Вот это самое сложное, что вам надо каждый день работать над блогом. Вот каждый день. И тогда через какое-то количество времени у вас будет результат. Конечно, некоторые блогеры достигают результата значительно большего, чем я за короткий срок, за более короткий срок. Тут кому как повезет, кто какой контент делает, кто в какую аудиторию попадает. А кто-то и 10 лет работает на ютубе и не достигает. Однако же, вы знаете, все-таки я думаю, что если человек воспринимает это как работу, то рано или поздно вот этот момент прорвется и у него появится аудитория, появятся зрители, потому что он же будет совершенствоваться, он же будет делать лучше и лучше и лучше. А если я вот сейчас сняла видео, ой, а потом у меня нет вдохновения, я сняла через месяц, а потом через полгода, а потом вообще не стала снимать, ну-ка, естественно, ничего не будет. Поэтому если вы воспринимаете это как работу, тогда у вас не возникает мысли, где брать силы, вы просто берете и снимаете. И тогда все получается, друзья. Спасибо за ваши вопросы, я постаралась ответить на все из них. В жизни все случается один раз, первый раз. Я только что потеряла, ну как только что, где-то час назад я потеряла дрон и бегаю по склонам, ищу его. К счастью, мне помогает попутчик, которого зовут Натан из Израиля. Господи, смотрите, какая красота нереальная. Мы пробежали уже по вот этим холмам туда-обратно. Я не знаю, сколько, наверное, сколько за день сегодня они прошли. И все это без дороги. Ну, есть шанс найти дрон, потому что нет дождя, еще пока светло. И даже прекрасный закат сейчас встретим на холме. Короче, я сама надеянно подумала, что мне хватит батарейки, чтобы вернуть дрон. Но мне не хватило. Я уже потеряла своего попутчика примерно полчаса назад. Но иногда мы перекрикиваемся. Я слышу его. Но он вроде как более адекватно понимает по карте, куда идти, чем я. Вот иногда он мне не отвечает. Я надеюсь, что я найду. Если кадры в этом видео из дрона будут, значит, я нашла. По-моему, я вижу камень. Короче, у дона есть такая фишка. Когда он садится, он делает этот финальный шот, чтобы мы по нему могли опознать, где он находится. И он сел под камнем. Мне кажется, вот этот вот камень. Ребята, если бы не вот эта невероятная красота вокруг, можно было бы уже рдать. Но я понимаю, что я сейчас качаю свою выносливость, терпение и смирение. Потому что, если вдруг я его не найду, это будет очень печально. Ну, расстроюсь, но не сильно. А что ты думаешь, медведи тут бывают или нет? Наверное, нет так близко к людям. Наверное, как медведи ходят? Все, дерево я это увижу. Мой дрон не сломан еще. Какой хороший дрон у меня. Замечательный дрон. Блин, он нашел дрон и кажется, он даже... Он думает, господи, вот эта кривая. Мало того, что она дрон потеряла, она еще ходит криво. Ребят, посмотрите, как цветут. По-моему, на Алтай это называется жарки. Здесь, наверное, как-то по-прогому. А, сарыгюль здесь это называется. Сарыгюль, желтый цветочек. Извините, цветочки, извините. Как вы, сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ура! Это было потрясающе ходить. В конце концов. В конце концов. В конце концов, это все хорошо, да? Да, если я не сломал, я просто сломал на грязь. Спасибо большое. Вы так... Я могу сказать... Нет, я могу сказать... Это не так, красиво, это не так. Это не так, умеет, очень умеет. Давай. Давай. Ребята, вы видите эту красоту? Посмотрите, это дикий пион. Он цвет, только в конце мая он уже отцветает. Здесь еще каких-то нереально много цветов. Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор еще не путешествуете по Кыргызстану. Слушайте, я взяла с собой гитару в этом году из Москвы, чтобы... Я думала, вот я сейчас буду возить туры, и я буду петь своим туристам песни. Ну и как вы думаете, сколько раз я спела своим туристам песни? Ни разу. Но я подумала, чтобы она совсем не зазря, буду вам петь песни в конце каждого ролика. Ну, в конце некоторых роликов, ладно. Пока вы не скажете, заткнись уже, поешь ты плохо. Поехали, какую-нибудь сейчас песенку споем. И я пожелаю вам хорошего настроения, бодрости духа, верить в свою мечту, любить то, чем вы занимаетесь. Это очень важно, любить то, чем вы занимаетесь. Я буду ждать тебя в самолетах, в поездах, в приютах горных рек, В приютах горных птиц на разных языках. Чужие профиль фаз везде тебя найдут, А первой быть мне, знаешь ли, не важно. Я буду звать тебя без шума, без имен, без прошлого люблю. Мне так уютно в нем, в приютах горных рек, На разных языках везде тебя найдут, А первой быть мне, знаешь ли, не важно. Милущая по волнам ты закрываешь глаза, Я поцелую тебя, как когда в кино и захлеблясь В скромной радости ты со мной, моя актриса. Ребят, простите, баре я зажимаю фигово. Это факт. У меня оно все такое немножко не барешное. Но я вам желаю хорошего настроения, Я вам желаю хорошего дня. Я вам желаю, чтобы все цели, которые вы ставите, Они достигались. Работайте как можно больше для этого. Ничего не приходит просто так. Это факт. И пусть у вас в жизни все будет хорошо. Обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите новых видео. Пleaseいき на моём видео. Подписывайтесь, ставьте лайком. Немного коллеги państwo. Подписывайтесь на мой канал. П易 не готов, Ple Продолжение следует...